В имя Отца и Сына и Святаго Духа Сегодня мы торжественно, соборно прославляем память Святаго Преподобного и Богоносного Отца нашего Сергия. 18 июля 2023 года, в день обретения честных мощей преподобного Сергия Игумена Радонежского в Сея России Чудотворца, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную Литургию в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Ему принадлежат замечательные слова «Воззрением на Пресвятую Троицу побеждать рознь мира сего». Вот сказал об этом преподобный, конечно, от сердца, воздыхая ко Господу, о том состоянии, в котором тогда находилась Русь. Он, как, может быть, немногие, сознавал всю пагубность пленения, в котором оказалась наша страна. И хотя это пленение, по сравнению, может быть, с другими оккупациями, которые потом имели место, было наиболее таким, но не наносящим вреда основам духовной и национальной жизни народа, тем не менее, сам факт зависимости от иной силы, находящейся за пределами страны, был чрезвычайно опасен, потому что на ту силу не было никакого влияния изнутри нашей страны. И преподобный молитвами своими, благословением Дмитрию Донскому и многими другими деяниями, а наипаче воспитанием целого поколения иночествующих, из которых и архиереи затем были воздвигнуты, содействовал тому, чтобы возрастало вместе с благочестием и наше национальное самосознание. Тогда это было крайне необходимо, потому что, еще раз подчеркну, от независимости Отечества зависело само существование не только страны, но и Церкви. Вот почему святой преподобный Сергий почитается в первую очередь, конечно, в Церкви Русской Православной, нашей с вами Церкви, но также и в светском ученом мире, сознающем важность, историческую важность деяния преподобного Сергия. К сожалению, уповать только приходится на то, что сохраняется, хотя и еще, к сожалению, недостаточно ярко выражаемое и недостаточно, на мой взгляд, прочное, но единство Русской Православной Церкви. И сегодня те же силы, которые стремились разделить страну и народ наш, делают все для того, чтобы оторвать Православную Церковь на Украине от полноты Русской Православной Церкви. И что-то удалось сделать коварным путем через учреждения расколов, разделений. И как все это напоминает борьбу атеистической власти, пришедшей к управлению страной в послереволюционное время. Ведь тогда также власть безбожная осознавала опасность в единстве Русской Православной Церкви и инспирировала различного рода расколы и разделения. Но, по милости Божией, все эти расколы, внешне казавшиеся сильными, могущественными, куда более превосходящими ибо по влиянию подлинную истинную Русскую Православную Церковь оказались колоссами на глиняных ногах и рухнули сразу, как только исчезла государственная поддержка. Вот верим, что и так в нынешних разделениях как исчезнет сильная политическая поддержка раскола и разделения, так и вновь воссоединится Церковь Святой Руси. Мы же все молимся о том, чтобы наступили эти времена, потому что ведь речь идет не о каких-то политических концепциях, не о каких-то политических целях, о восстановлении справедливости. Подобно тому, как не о политической силе Руси заботился преподобный Сергий, молясь о единстве русского государства, так и сегодня ни о каких политических целях мы и не помышляем, но молимся о восстановлении прочного духовного единства всей Руси, которая бы выражалась в единстве единственной русской православной церкви, канонически объединяющей всех православных людей исторической Руси. Будем молиться об этом и трудиться, и верить, что Господь преклонит милость свою, что эти времена неблагополучные уйдут в прошлое, как уходили все неблагополучные времена, а Русь святая, православная выходила из всех испытаний еще более сильной и окрепшей. Но еще хочу раз подчеркнуть, наша брань, по словам апостола, не против плоти и крови, но против мирождержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных. А потому и наше упование о единстве церкви нашей и народа нашего не могут осуществляться исключительно какими-то политическими действиями, но в первую очередь изгнанием духов поднебесных, что под силу только церкви Божией, что под силу нашей с вами соборной молитвы. И будем молиться, чтобы дело преподобного Сергия и сегодня явилось всему народу нашему, нераздельному и церкви нашей русской, чтобы единство снова стало для нас нормой нашей совместной жизни, и чтобы церковь, храня себя от всяких расколов и разделений, утверждала веру православную во благополучие духовное и во спасение всего народа исторической Руси. Всех вас сердечно поздравляю с праздником и молитвами святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия Игумена Радонежского да хранит Господь Русу святую и веру православную. Аминь! С праздником поздравляю вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова